Проект «Читай быстро» представляет Главный из книги Эрика Тополя «Искусственный интеллект в медицине. 10 основных фактов. Не проходим мимо, на колокольчик подписываемся, а мы начинаем». Факт номер один. Роль человеческого фактора в медицине. Врачи давно учитывают знания пациентами собственного организма, прислушиваются к их суждениям относительно причин ухудшения и возможных путей решения проблемы. В противоположность этому любой алгоритм представляет собой холодный бесчувственный прогностический инструмент, не способный познать человеческую натуру. Узкая специфичность искусственного интеллекта. Пока что примеры глубокого обучения ИИ не позволяют ему выйти за рамки узкой специфичности. К примеру, ему неплохо удается предсказывать вероятность наступления депрессии, но при этом в дерматологии алгоритмы, построенные по принципу нейронных сетей, не работают совсем. С какими задачами ИИ не справится? По мнению Эрика, ИИ не сможет превзойти врачей по уровню решения медицинских задач, лечить неизлечимое заболевание, излечивать рак и решить еще 7 глобальных задач, полный список которых вы найдете по ссылке в описании этого видео. Выравнивание ландшафта медицинских знаний с помощью ИИ. Внедрение диагностики с помощью ИИ позволит значительно улучшить ее качество. Повысить объем знаний доступны не только светило медицинской науке, но и любому лечащему врачу. Пятый факт. Искусственный интеллект и суперкомпьютер Ватсон. Компания IBM в последнее десятилетие развернула масштабную программу по улучшению качества лечения и медицинской диагностики. В результате во многих случаях ввод в компьютер симптоматики выдает ранжированные по вероятности возможные дифференциальные диагнозы. Шестой факт. Вершина айсберга. Не отрицая огромную мощь, которую могут оказать машины в медицинской практике, автор, однако, считает, что сегодня мы далеки от того, чтобы превратить цифровую науку в искусство диагноза. Быстро и узко. В последние годы машины показали наибольший прогресс в интерпретации узких аспектов диагностики. Речь идет об интерпретации электрокардиограмм, медицинских изображений, речи, голоса. Восьмой факт. Человеческие эмоции и алгоритмы. Эмоции, насущно необходимые для воспроизведения и выживания не только людей, но и всех млекопитающих, представляют собой особые биохимические алгоритмы. Чувства, желания и другие проявления, называемые эмоциями, отвечают за 99% принимаемых текущих и жизненно важных решений. Обучение детей и ИИ. В чем разница? Дети, глядя на мир, учатся очень быстро, на ограниченном количестве исходных данных, благодаря человеческому диалогу, присущему людям здравому смыслу. Главным отличием в усвоении информации является умение детей рассуждать. Машине же нужен как можно больший объем информации. Заключительный факт. Первый источник знаний – люди. Искусственный интеллект делают люди, вкладывая в него абсолютно человеческие задачи и поведение, направленные исключительно на благотворное влияние на человеческую жизнь и общество. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Не проходим мимо, подписываемся на колокольчик, слушаемся маму и читаем книги вместе с «Читай быстро». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok